Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Город С» и я, Елена Чернявская. Сегодня повсюду в школах, лицеях, колледжах, университетах вновь прозвучал звонок, оповещающий о начале нового учебного года почти 19 миллионов детей, подростков, студентов и совсем взрослых людей, аспирантов сядут за парты и стали и получать новые знания. По топовым критериям, именно в этом образовательном учреждении на высоком уровне развивают способности учащихся. Проще говоря, выявляют сильных, талантливых ребят и обеспечивают качественными знаниями, применяя эффективные методики преподавания. Лицей созвездия регулярно получает высокие награды, год за годом повышает собственный престиж. Вот об этом и многом другом сегодня в этой студии я буду беседовать с директором лицея созвездия номер 131 города Самары, почетным работником общего образования Российской Федерации Людмилой Борисовны Басис и Ольгой Михайловной Желяевой, заместителем директора по научно-методической работе лицея созвездия номер 131. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, прежде чем начать наш разговор, конечно же, с праздником, с начала нового учебного года. Хочется пожелать, конечно, вам терпения в работе, самоотдачи, мудрости, творческих достижений. Удачи и пускай у вас все получится. Спасибо. Да, ну и, Людмила Борисовна, конечно, первый вопрос, как прошел первый звонок. С каким настроем пришли учиться к вам лицеисты? У нас по традиции 1 сентября проходят праздники, причем не один праздник, для всех параллелей. В общей сложности на два корпуса у нас, получается, четыре линейки. Каждая линейка готовится, приходят дети, приходят родители, приходят гости приглашенные из правительства, из Думы, из нашей депутаты районной. И все это такое праздничное. Это много света, много музыки, много песен и много поздравлений. Ну, конечно, много улыбок, но, наверное, все-таки есть слезы, но слезы радости за своих детей и родителей. Да, ну и детки, конечно, соскучились. Конечно, и дети соскучились. И, конечно, они с радостью друг с другом разговаривают, и родители соскучились друг по другу. И в то же время даже учителя у нас за лето тоже друг друга не видели. Вот во время педсовета у нас бывает так, что идет бурное обсуждение, кто, как и какие успехи, и что мы получили, с какими новыми мыслями мы приходим. Ну, и тем более все здания обновились, конечно же, прошел ремонт, и в новом имидже встретили детей. Да, конечно. Да, мы подправили все, что можно было. Отремонтировали. Тут и департамент образования деньги выделял, мы сделали, и пропускную систему новую в первом корпусе, и крыльцо обновили. То есть все, что возможно было для того, чтобы встретить Новый год, хорошо, красиво, достойно. Людмила Борисовна, а в чем особенность и уникальность лицея созвездия номер 131? Каждое учебное заведение по-своему уникально. И у каждого есть свои особенности, есть свои программы, по которым они работают. Наверное, наша особенность в том, что, во-первых, мы даем углубленное изучение, начиная с начальной школы математики, физики, химии до 10 класса. А в 10-11 уже мы их профилируем непосредственно на дальнейшее образование в высшем учебном заведении. Там уже добавляется и химия, и информатика, и биология, общество знаний, истории. То есть масса предметов, которые детям нужны будут для поступления в высшие учебные заведения. И, соответственно, для того, чтобы выбрать дальнейшее свое направление обучения, свою специальность. Уже свою дальнейшую профессию. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок, я предлагаю сейчас его послушать. Здравствуйте, мы слушаем вас, говорите. Добрый день. Мы, родители выпускников этого года, хотим сказать большое спасибо за те знания, которые получили наши дети в лицее. Вся физико-математическая группа поступила на бюджет. Огромное вам спасибо, низкий поклон. Спасибо вам большое за теплые слова, Людмила Борисовна. Это действительно так, я думаю, что это не единственные родители, у которых поступили, что действительно дети поступают без проблем на бюджет. Да, вы знаете, сейчас особенно востребованы технические специальности, поэтому вот мы про физико-математическую группу мы даже никогда не волнуемся, потому что эти дети однозначно идут на бюджетное. Но у нас дети поступают и на экономическое отделение на бюджет, потому что сдают достаточно высокими баллами. Медицинский университет на бюджет поступает. Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы действительно дальнейшее их обучение в УЗИ было плавным, хорошим. И вы знаете, вот хочется добавить, что вот когда они, начиная учиться в УЗИ, приходят на вечер встречи, они говорят, как нам легко учиться. Это тоже, я считаю, что это наша заслуга, что мы их вот приучаем именно к тому, чтобы у них дальнейшее будущее было хорошим, обеспеченным и, самое главное, уверенным. Ну что же, у нас есть небольшой фильм о лицее, я предлагаю сейчас его посмотреть, как говорится, окунуться в атмосферу лицея, в атмосферу школы, ну и посмотреть, как же проходит обучение в лицее созвездия номер 131. Вместе посмотрим, внимание на экран. Самарский лицей созвездия был открыт 1 сентября 1987 года, как школа полного среднего общего образования номер 131. В 2003 учебном году школа была переименована в среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов. В 2009 году школа номер 131 прошла государственную аккредитацию на статус лицея созвездия номер 131 с углубленным изучением предметов естественно-математического профиля. Математики, физики, информатики, химии, биологии и общества знания. Главная задача лицея – создание условий для самореализации и свободного развития способностей каждого учащегося и предоставления уровня образования, который позволит выпускнику гибко ориентироваться в изменяющемся современном мире. Мы в лицее даем детям не только качественное базовое и профильное образование, мы их учим ставить перед собой цели, достигать их. И, конечно, мы их учим учиться. Это то, что пригодится им на всю жизнь. Средний возраст педагогов школы – 38 лет. 80% из них имеют квалификационные категории. Это творческий, дружный, мобильный коллектив единомышленников, где каждый подбирает оптимальные формы и методы обучения занятий экспериментальной деятельностью, разрабатывает и внедряет свои авторские программы. И все они прошли курсовую подготовку в СИПКРО, Центре развития образования, Московском Центре созвездия и Интернет-центре. Обучение с первого по четвертой классы проходит в отдельном здании. Это помогает создать особую атмосферу для младших школьников, где организован режим дня с полноценным трехразовым питанием и динамическими паузами на свежем воздухе. Наряду с базовым образованием в начальной школе ведется углубленное изучение математики. И уже несколько лет с первого класса преподается английский язык, что помогает развитию лингвистических способностей у детей. Во второй половине учебного дня лицеисты заняты дополнительным образованием. Это курсы эстетической, спортивно-оздоровительной и духовно-нравственной направленности. Работа по программе междисциплинарного обучения сотрудника психологического института Российской академии образования, кандидата педагогических наук Шумаковой Натальи Борисовны, помогает развивать задатки одаренности и творческую активность детей уже с раннего возраста. Ученики начальных классов ежегодно становятся призерами городской конференции «Первые шаги в науку». В 2006 году лицей стал победителем национального проекта образования за эффективную работу по программе «Одаренный ребенок». Я не устаю, потому что у нас все связано с игрой, то есть мы учимся, играем. Мне хочется больше, я иду в школу, мне хочется еще больше, больше всего узнавать. Построенная модель образовательного процесса обеспечивает не только продолжение углубленного изучения математики с пятого класса, но и физики, химии, а также расширение профиля обучения в старшей школе – физико-математический, социально-экономический и химико-биологический. Лицей является региональной экспериментальной площадкой по внедрению стандартов второго поколения. Одна из задач лицея – высокое качество обучения на всех ступенях образования. Для этого выстроена система предпрофильного и профильного обучения. Правильно определиться с направлением высшего образования и подкрепить интерес к выбранным предметам помогают авторские и модифицированные программы, а также выстроенная система профильных и лективных курсов по выбору. В распоряжении лицеистов кабинеты физики, химии, биологии, математики, оснащенные современным оборудованием. С 2001 года созвездием заключены договоры с Самарским университетом имени Королева, педагогическим и медицинским университетами. Лицеисты успешно участвуют в вузовских олимпиадах и конференциях. Более 20% учеников ежегодно становятся медалистами. С 2015 года лицей стал федеральной экспериментальной площадкой Российской академии образования по программе развития социального пространства непрерывного образования. Все в целом дает возможность выпускнику подойти уже к выбору своей будущей профессии, сдачи экзаменов рационально, действительно обдуманно. И, конечно же, это имеет свой результат. У нас достаточно высокие показатели ЕГЭ и ГИА. Я получу хорошее образование, то есть отлично подготовлюсь к экзаменам. Мне не надо будет нанимать репетиторов, потому что мне здесь дают достаточно знаний для получения хорошего балла. Училия благодаря своему хорошему подходу к каждому ученику, помогли мне понять, что мне близко, что мне по душе. И я помню, что хочу развиваться как физик, связать свою жизнь с такими науками, как физика, математика, информатика. Программа междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок» Российской академии образования находит свое продолжение в основной школе. Положительные результаты внедрения данной программы проявляются в развитии у учащихся интеллектуальных способностей и склонностей к аналитической деятельности, что позволяет повысить качество обучения, привлечь детей к научно-исследовательской работе. Учащиеся занимаются в научном обществе. Их работа подкреплена призовыми местами за участие в научных конференциях, олимпиадах разных уровней. Ежегодно в лицее проводятся олимпиады и чтения. Это научная Одиссея, Эрудит, Гелиус и другие, где учащиеся представляют результаты своих исследований. Благодаря хорошо оборудованному медиа-центру с компьютерными классами дети имеют возможность быстро овладевать навыками работы на компьютере и использовать его для осуществления своей исследовательской деятельности. Удобная библиотека с читальным залом в полном объеме укомплектована большим количеством художественной и справочной литературы. В 2011 году лицей становится победителем регионального конкурса «Лучшие школы Самарской области». А с 2015 года входит в список 100 лучших образовательных учреждений России национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Все навыки, которые ребята получили в школе, благодаря исследовательской деятельности, им пригодятся в жизни. И многие на самом деле работы научно-исследовательские студентами, нашими выпускниками используются как курсовые работы, дипломные работы. Для формирования у детей эстетического мировосприятия, способностей к самовыражению, развития интеллектуальных и творческих способностей на базе лицея создан подростковый клуб «Созвездие». Он объединяет сеть кружков дополнительного образования эстетического, спортивного, краеведческого и прикладного направлений. Это хореографические коллективы, вокальные ансамбли, театр-карусель, спортивные секции и многое другое. Вместе с учителями ребята выпускают лицейские газеты «Переменка» и «Звездочка». Особенно популярны среди лицеистов занятия робототехникой. Это лего-конструирование в начальной школе, где дети делают первые шаги в создании механизмов. И, конечно, занятия для старших школьников, где они собирают управляемые модели и запускают беспилотные летательные аппараты. На соревнованиях в Москве лицеисты занимают призовые места. В 2016 году лицей созвездия номер 131 стал лауреатом Всероссийского конкурса за лучшую организацию в неурочной деятельности в общеобразовательной организации. В дополнительном образовании в лицее заняты все. Детские творческие коллективы лицея отмечены почетными грамотами и являются обладателями званий лауреатов и премий городских и областных фестивалей и конкурсов. Один из известных в городе коллективов – ансамбль авторской песни «Жигули» под руководством Ирины Николаевны Высоцкой, непременный участник фестивалей имени Грушина, военно-патриотической песни и концертов во Дворце ветеранов Советского района. Они раскрываются творчески здесь и как личности раскрываются. Они приобретают такие качества, как сплоченность, дружелюбие, взаимовыручка, взаимопомощь. Они потому что как коллектив сплачиваются. «Струны выберем покрепче и поставим паруса, и помчаться нам навстречу голубые небеса». Одним из средств воспитания активной жизненной позиции является вовлечение учащихся в работу школьного музея боевой славы «Курская битва». Актив музея проводит школьные мероприятия вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, участвует в поисковых экспедициях по местам боевых сражений, ведет обширную переписку, проводит экскурсии. «Выпускников лицея мы хотели бы видеть социально активными людьми, способными нести ответственность перед своей семьей, родиной и обществом. Поэтому приоритетными направлениями считаем гражданское и патриотическое воспитание». Особое внимание в лицее уделяется решению задачи развития потребностей к здоровому образу жизни, формирования позитивных жизненных установок личности, необходимых для активной положительной социальной адаптации в обществе. С 2000 года реализуется программа «Здоровье». В рамках этой программы с 2005 года лицей тесно сотрудничает с Самарским государственным медицинским университетом. Благодаря хорошей оснащенности медицинских кабинетов, осмотры детей проводят сотрудники 6-й городской больницы и кафедры детских болезней Самарского медуниверситета. В 2007 году лицей стал победителем национального проекта «Образование» по направлению работы по программе «Здоровье». В лицее налажена работа психолога логопедической службы. Учителя не только дают знания по предмету, они еще нас учат в жизни. Поэтому любые сложные ситуации мы сможем преодолеть, потому что нас к этому подготовили. Наши дети идут в вузы, они всегда там на первых ролях. То есть это профорги, это старосты групп, то есть общественная работа у них получается. И в учебе они отличники, и поступают во все ведущие вузы и Самары, и Москвы, и Санкт-Петербурга. Туристические походы, участие в спортивных соревнованиях, конкурсы военно-патриотической песни, бардовские вечера – все это способствует созданию благоприятного микроклимата в лицее. Стали традиционными мероприятия вместе с родителями. Это осенний день здоровья и новогодний праздник на турбазе. Развитию духовности учащихся помогает налаженное сотрудничество с Самарской духовной семинарией. В лицее успешно реализуются все составляющие программы президента «Наша новая школа». И самое главное, в лицее сложилась атмосфера добра, взаимопонимания и сотрудничества, располагающая к творческой и познавательной активности каждого ребенка, создающая благоприятные условия для развития творческой и успешной личности. Лицей-созвездие – это образование, интеллект, духовность, будущее. Вот какой интересный, насыщенный полнометражный фильм, можно сказать, да, мы сейчас посмотрели. И еще есть о чем поговорить в нашей программе. Ольга Михайловна, расскажите, пожалуйста, вот как ведется научная работа в течение года? Вот какие бы интересные самые направления вы бы выделили, вот как педагог непосредственно? Мне хочется выделить самые ключевые мероприятия того года. Ну, помимо вот этих ключевых, у нас еще есть большое количество городских мероприятий, в которых дети также стали победителями и призерами. Ну, а если возвращаться вот к нашим ключевым, это, конечно, безусловно, Всероссийская Олимпиада школьников, где мы можем гордиться нашими успехами. Это муниципальный уровень победитель по биологии, а также победитель на региональном уровне по таким направлениям, как химия и искусство. Хочется сказать о региональном конкурсе, конкурсе взлет, конкурсе исследовательских работ. По результатам этого конкурса создается губернаторский реестр особо одаренных ребят Самарской области. В результате на протяжении двух лет в прошлом году семь человек из нашего лицея, семь лицеистов вошли в этот реестр, и шесть человек в этом году. Помимо того, в прошлом году был победитель по астрономии, призер по английскому языку, а также по медицине. В этом году у нас ребята стали призерами в направлении медицинском. Второй год мы выезжаем в город Москву на Робофест. Это уже, конечно, робототехника. И привозим второй год первые и вторые места, что тоже очень отрадно. Что очень радостно за ваших детей. Но вот все-таки внеурочная деятельность и всестороннее развитие ребенка, вот позиция быть неравнодушным к ребенку, причем к каждому, это такая сейчас редкость. Вот что вы делаете в этом направлении? Конечно же, победителями могут стать не все, хотя желающих участвовать во всероссийских олимпиадах. У нас бывает, например, многопрофильная олимпиада. Это звезда, на начальном этапе 436 человек, просто желающих было. Но все остальные ребята, которые не стали победителем, могут себя найти в различных направлениях внеурочной деятельности, которые у нас организовывали. Это и клуб «Жигули». В прошлом году у них появился младший ребенок, «Жигулята», которые превзошли своих «Жигулей», получили гран-при, выступали на сцене Грушинского фестиваля. Также у нас есть различные спортивные секции, в том числе хоккей на траве, которые также занимают места по области, выезжают на различные конкурсы. Главное – захотеть. Все остальное можно взять. Ну а потом все условия созданы для того, чтобы, как говорится, хотеть и заниматься спортом. Ну вот о развитии одаренности, раскрытие, конечно, творческого потенциала учащихся в конкурсах, олимпиадах, городского, всероссийского масштаба. Вот какие все-таки результаты вы можете озвучить? У нас стала традицией почти каждый год выезжать в МГТУ имени Бауна в начале декабря и участвовать в фестивале «Инженер-профессия творческая». Также вот про роботофест было уже сказано. В этом году мы себя хотим попробовать еще в конкурсе «Вернацкого», там же в Москве. И весной первые шаги науку – это тоже МГТУ имени Бауна. Знаете, я хотела бы добавить, да, про одаренность. Да, Льва Борисовна, вот как руководитель сложно. Вот как раз мы вели разговор, что сейчас немножечко вот понятие одаренности можно найти, мне кажется, более правильное. Одаренность ребенка – это большой труд учителя. И они не приходят сами по себе, вот эти дети. Сразу же гениями, да? Да, мы их смотрим, мы их просто вот видим, что этот ребенок требует большего внимания. И, соответственно, учитель прикладывает свои силы. Но вы знаете, для того, чтобы ребенок стал победителем в чем-то, в какой-то конференции, в какой-то олимпиаде, учитель должен быть тоже на голову выше вообще тех требований, которые предъявляются к общему образованию. Поэтому самообразование учителей – это стоит на первом месте для того, чтобы нам результат получить. Льва Борисовна, ну вот все-таки, вот ваша позиция, хочется услышать как руководители. У вас тандем – ребенок-педагог-школа, либо все-таки родитель, семья, педагог-школа? Вы знаете… Все ли вы на себя берете, на свои руки? Мы стараемся привлечь родителей, потому что родители, как правило, в начальной школе, потому что дети маленькие, они их стараются опекать, они стараются сделать все за них. Когда дети переходят там в пятый и так далее, учатся, родители уже начинают говорить, ты уже взрослый, и внимание немножечко уменьшается родителям. И вот мы стараемся с родителями работать, объяснять им, что вот эта мотивация ребенка, она напрямую связана с мотивацией родителя. Конечно, учитель поддержит, учитель поможет, учитель даст то, что нужно. Он будет сидеть, он будет давать рекомендации, но помощь родителей, я считаю, здесь большая роль, играет большую роль, потому что это, в общем-то, в семье воспитывается, что ты должен быть лучше, ты должен достигать каких-то высот, и я считаю, что только вот в тандеме можно получить хороший результат. Я знаю не понаслышке, я слышала это от родителей, то, что дети в лицее проводят, ну, чуть ли практически не весь день. Начинаются уроки, потом внеурочная деятельность, кружки, секции и так далее. И порой вот уже темно, уже надо идти домой, а они все там и все занимаются, что-то вот творят, делают. Вот почему создана такая атмосфера? Как вам удается вот сделать такую неповторимую атмосферу в вашем лицее? Ну, наверное, потому что мы ищем различные формы и различные какие-то новые методики, и дети сейчас новые, и педагогика тоже должна идти в ногу с этими детьми. И бывает так, что ребенок даже в некоторых вопросах более компетентен, чем учитель. Бывает и такое, что... Серьезно, учитесь у детей. То, что ему интересно, понимаете, вот ему интересно, учитель, например, ведет один предмет, а ребенок увлекается какой-то вот именно жизненной ситуацией, которую он знает досконально, и в этом плане мы стараемся его поддержать и развить. Вот вы говорите, дети, целый день. У нас бывает даже так, что время 7 часов, а они приходят опять. Только вечером. Они ушли и опять приходят или с гитарами, или с хоккеем, или там на волейбол, или еще куда-то. То есть иногда даже и в 7 часов школа кипит, потому что у каждого есть свое дело. Мы только это поддерживаем. Во сколько же вы приходите домой? Когда как? Живете, можно сказать, да, в прямом переносном смысле этого слова. Какие сейчас дети? Вот хочется поговорить. Конечно, дети во всех школах, лицеях разные. Вот у меня лично сложилось впечатление, когда я смотрела этот фильм, ну вот что это какая-то частная дорогая школа, что обучение платное. Что вы мне скажете на это? Ну, я могу сказать однозначно, что вот эта программа «Одаренный ребенок» и вот эта вся внеурочная деятельность, она абсолютно бесплатная. Это все оплачивается бюджетом. Просто мы выбираем те изюминки, которые нужны для нас. Мы не даем все подряд, а мы выбираем то, что нам интересно. Например, в начальной школе у них ведется второго класса шахматы. Мы считаем, что это нужно. Тем более, что сейчас и Министерство образования России, оно тоже приветствует это. И, соответственно, мы вот эти изюминки собираем, и поэтому у нас получается набор для каждого ребенка, где он может себя проявить. Хорошо, Ольга Борисовна. Сейчас очень важной составляющей любого престижного учебного заведения является сотрудничество с высшей школой, налаживание контактов с преподавателями, приглашение преподавателей вузов. Вот скажите, пожалуйста, как вы в этом плане работаете? Вы знаете, вот было уже сказано, что у нас заключены договора с вузами. Но в этом году мы сделали еще один шаг, пошли вперед. То, что было, может быть, очень давно, но теперь все возобновляется, потому что в Москве это уже создано. И вот мы хотим перенять опыт Москвы. Мы вышли с предложением к высшим учебным заведениям создания классов на базе содружествия с высшим учебным заведением. Нам очень удобно, что рядом с нами университет путей сообщений, то есть в шаговой доступности. Так как мы с ними и до настоящего момента сотрудничали, то мы тоже к ним вышли с предложением. Они нас поддержали, они с большим удовольствием откликнулись. И у нас с этого года физико-математический и социально-экономический класс будет учиться, и педагоги вот этого университета будут там преподавать. То есть дети раз в неделю будут ходить в университет и, так сказать, приобщаться к студенческой жизни. Они могут туда не поступать потом. И нет никакой обязанности. Да, никакой обязанности. Но то, что они окунутся в атмосферу высшего уровня. Во-первых, уровень другой преподавания элективных курсов. Во-вторых, они увидят, что такое высшее учебное заведение. Тем более, что там очень хорошо развитая робототехника. И я думаю, что вот это содружество пойдет на пользу нам всем. И нам, и высшим учебным заведениям. Вот, кстати, робототехника, да. Между прочим, я знаю, вы ставку на нее делаете очень серьезную. Вот, Ольга Михайловна, а что в этом направлении? Вот я знаю, вы работаете над проектом «Мир роботов». Скажите, пожалуйста, у нас есть фото, мы заодно их посмотрим. Хорошо. Ну, во-первых, когда приходит новый педагог, идейный, вокруг него появляется целая вселенная талантливых детей. И эти таланты развиваются. Если зайти к ним в вот эту комнату, в аудиторию, где они работают, там на базе контроллера Ардуино чего только нет. И автокормушки, и автопоилки, и музыкальные пылесосы, и умные дома. Поэтому, конечно же... Умный дом показывали. Да. Поэтому же, конечно, им хочется тоже поделиться своими, автокормушка, своими проектами. И мы идем участвовать дальше. Самое интересное, что вы обновляете всю технику, да? То есть они работают с новыми проектами. Да, конечно же. Каждый раз кто-то приходит, и получается что-то новое. Они сами придумывают эти проекты. Как у нас получился новый проект, надо сказать, что перед ним было еще два. Когда нашим детям, а начинали мы с беспилотниками, когда наши дети уже научились собирать, маневрировать, появились целые большие школьные проекты. Такие, как мониторинг аэрокаркаса, где они брали забор воздуха, отвозили в лабораторию. Появился проект «Зеленая карта. Взгляд с высоты», где мы делали карту приближающих к нам микрорайонов. И теперь мы вышли на очень большой проект. Проект, наверное, долгосрочный, проект трудный. Проект называется «Планета роботов». Где бы мы хотели привлечь детей микрорайона к себе на нашу базу, для того, чтобы они присоединились к нашей работе. Я думаю, что они с удовольствием это сделают. Ну а что же, а время наше подходит медленно, наверное, к концу. Вот так вот быстро, но в то же время интересно. У нас состоялась с вами беседа. Я хочу предоставить заключительное слово, конечно же, для поздравления детей, родителей, ваших коллег-педагогов. Сегодня такой колоссальный день, начало учебного года. Пожалуйста, наверное, Людмила Михайловна. Вы, да, Людмила Борисовна продолжите. Уважаемые родители, хочется вас поздравить с Днем Знаний. И в связи с этим хочется вам пожелать совместной деятельности с вашими детьми, гордости за ваших детей, чтобы ваши дети раскрыли все свои удивительные индивидуальные способности и таланты. Мне хочется добавить, что вот Киплинг сказал, образование – это важнейший из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно. Поэтому мне хочется пожелать родителям участвовать в жизни детей, тем самым помогать школе, получать детям качественное образование. Конечно, успехов и в семье, и в содружестве. Всего хорошего в новом учебном году. Спасибо большое. Вам также успехов, удачи с праздником. Ну а, уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваши дети были успешны, конечно же, прямой путь в лице и созвездие. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова